И откуда у него деньги? Бывает, задают такой вопрос про кого-нибудь, у кого непонятно, откуда берутся деньги, а люди не понимают и думают, что деньги достаются каким-то нечестным путём и так далее. На самом деле часто бывает всё очень просто. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Смотрите, люди очень часто задают вопрос, то есть среди вашего окружения, возможно, есть такие люди, у которых вроде бы есть деньги, и они вроде как не сильно работают. А вы прилагаете массу усилий, работаете на трёх работах, пытаетесь там выбраться из всяких ипотек и так далее, а денег всё равно нет. Вот человек, пожалуйста, живой, и у него деньги есть, а непонятно откуда. И давайте попробуем понять, откуда же у людей, вот у таких бывают деньги, что они делают для этого. Дело в том, что в такой ситуации я оказывался в своё время, даже дважды, и про меня говорили, откуда у него деньги. Я вам скажу, это очень приятно оказаться в такой ситуации, когда люди не понимают, откуда у тебя деньги. Впервые я в такую ситуацию попал в начале 90-х, когда, ну, только-только всё начиналось, там появлялись новые русские и так далее. И все люди, ну, так сказать, там деньги просто вот из ниоткуда делали. И я тоже включился в эту, как бы, историю, во всё. Я решил, что надо делать деньги, надо их зарабатывать как-то. И все люди как зарабатывали, в основном, подавляющее большинство, зарабатывали на торговле. И там всё было очень просто. Едешь на оптовую базу или оптовую, и покупаешь там задёшево, значит, здесь на своей либо оптовой базе, либо где-то на рынке продаёшь на 30% дороже. И таким образом зарабатывались деньги достаточно большие. Если денег на начальный капитал не было, тогда были банки, они как-то работали. Я вам скажу, значит, так, банки давали деньги на 3 месяца. И, значит, за 3 месяца ты должен отдать на 30% больше, чем взял у банка. То есть 10% в месяц буквально. И люди на этом зарабатывали, то есть они делали за неделю, за 2 недели 1 оборот. И, значит, таким образом за месяц они давали 2 оборота. И, соответственно, за 3 месяца, то есть деньги надо было отдавать все вместе с процентами, через 3 месяца такие условия были не каждый месяц платежи. И, соответственно, можно посчитать, что примерно 6 оборотов они делали с, ну, скажем, 15 или 20% накруткой. Нетрудно посчитать, что если это 20% накрутка, например, то получалось, что 1,2 в шестой степени, там уже получается очень даже хорошая сумма. И на этом зарабатывались деньги. Потом через 3 месяца отдавался кредит, либо брался новый, либо уже вкладывались свои деньги и частично в кредит. И так далее. И люди наращивали, наращивали обороты и достаточно быстро сколачивали капиталы. Но этим занимались абсолютно все. Это было понятно, это было очевидно. И это было очень-очень опасно. Почему? Потому что в то время, значит, ну, вы знаете, что человеческая жизнь ничего не стоила. Все деньги шли черным налом всегда. И, значит, с огромными деньгами вас подстерегала кругом опасность, потому что когда вы едете на оптовый рынок покупать, все понимают, что у вас в кармане, значит, бешеная сумма денег. То есть вас могли ограбить там, вас могли ограбить на рынке, вас могли ограбить где угодно. Человеческая жизнь ничего не стоила. Полиция не работала, потому что ее просто не было. А бандиты были кругом, ну, крыши всякие и так далее. И в это время я решил, что а можно заниматься ваучерами. И идея была очень простая на самом деле, но в ваучерах никто ничего не понимал. В ваучерах никто ничего не понимал. И какие-то ваучеры, что, как на них можно заработать. Ну, вот ваучер, ну, там поменял. Вот. Я решил, что, ну, с компанией у нас, так сказать, там, так было, ну, компаньон был. И мы решили, что это крупнейший передел собственности в истории, вообще говоря, мировой цивилизации. Вот это ваучерная приватизация. И поэтому этим надо заниматься. А деньги, ну, откуда-нибудь возьмутся. И, ну, очень быстро я придумал схему. Очень простую, на самом деле. Мы решили незамысловатую, то есть, была бешеная реклама, что давайте сдавайте ваучеры, давайте, значит, участвуйте в приватизации. А куда сдавать их, было непонятно. И появились всякие эти фонды, там, Гермес всякие, московская недвижимость, там, Олби-дипломат и так далее. И люди носились. А где же их взять? Так вот, мы создали фирму, мы заключили договора со всеми этими конторами. В первую очередь это была московская недвижимость, потом всякие Гермеса и так далее. И мы говорим, пожалуйста, вы можете здесь приобрести сертификаты, там, Гермеса, там и так далее, и так далее. И, ну, по этим договорам нам что-то платили эти организации. Но главное, что мы брали эти ваучеры, записывали людей в реестр, и эти сертификаты можно было купить как за ваучеры, так и за рубли. Но за рубли получалось намного интереснее, потому что если ваучеры продать на бирже, тогда уже биржа существовала, и тоже было наличное, и тоже было достаточно криминальное, там тоже было очень-очень страшно. Но ваучер на бирже стоил там на 30% больше, чем на нем написано, как правило. Ну, или там, ну, короче говоря, ваучер стоил. Вот, поэтому я все ваучеры, которые собирал, делил ровно пополам, половину, значит, из этих ваучеров я продавал на бирже и говорил, что люди мне принесли половину в рублях, половину ваучерах. Компании, которые, значит, собирали, ну, вот эти гермесы всякие, московские недвижимости, они все понимали, что в чем эта схема заключается, но они никогда не возражали, потому что я нес им огромное число ваучеров. За короткое время мы создали 14 филиалов, и, значит, ваучеры текли рекой, и было очень-очень много денег. И смотрите, какая схема. То есть я беру вот эти сертификаты абсолютно бесплатно, то есть мне их дают, ну, то есть как бы дают сертификаты. Что они стоят? Ничего не стоит, я не вкладываю никаких денег. Я беру с людей ваучеры, тоже не вкладываю никаких денег. Я везу эти ваучеры, значит, половину из них продаю на бирже, значит, получаю свою прибыль и, соответственно, отвожу отчет полностью, там, у меня всегда были идеальные отчеты в компанию, компания довольна, и вообще все были довольны. Вот, и когда люди спрашивали, ну, люди смотрят, блин, деньги есть вроде у ребят, да? А откуда? И они спрашивают, откуда деньги? Ну, я рассказываю, я рассказывал. И шеф говорит, да. То есть, ну, у меня был шеф, вот, ничего криминального, вот, но он был такой пожилой достаточно, такой еврей, и он спросил, Юра, ну, расскажи, откуда? Я ему рассказал, он говорит, слушай, я в этом не разбираюсь, это не мое, мне это не подходит. Вот это вот ключевое. И самая главная вещь, которую, так сказать, надо понять, что я в этом не разбираюсь. И когда вы находите область деятельности, в которой кто-то не разбирается, ребята, все шикарно. И это было вдвойне шикарно, потому что, как я уже упомянул, тогда человеческая жизнь ничего не стоила, и кругом бегали бандиты, но бандиты тоже были бум-бум, и они тоже в этом ничего не разбирались. Они грабили тех, кто покупает на оптовом рынке, они грабили тех, кто продает на рынках. Но когда дело касается ваучера, они, какие ваучеры, откуда там деньги вообще? И, короче говоря, таким образом, ну, у меня была задача не заработать деньги, а выжить, остаться в живых и заработать деньги. Ну, эту задачу я с успехом исполнил, ваучерная приватизация длилась недолго, вы знаете, поэтому этот бизнес продлился недолго, вот, но это было здорово, зарабатывались достаточно большие деньги, и сейчас говорили, откуда у него деньги. Ну, после этого я почти 30 лет занимался производством, полиграфией, но я рассчитывал, что Россия будет заинтересована в том, чтобы люди занимались производством, чтобы люди, значит, занимались производством товаров, там, и так далее, и так далее. Но здесь я немножечко ошибся, в России была нефть, и все предпочитали, в общем-то сказать, зарабатывать на нефти, и не надо было вовсе ничего делать. Поэтому, значит, нефтяная рента, и, собственно говоря, все. И чем больше я работал, ну, то есть, у меня была фирма, да, значит, я там падал, поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался, с нуля начинал несколько раз, и в результате, ну, чем дальше, тем больше мне приходилось работать. Ну, и пока, в общем-то, возраст уже не дал о себе знать, то есть, я уже понял, что, в общем, так работать нельзя по 16 часов в день, это невозможно, за те же самые деньги, то есть, сумма у меня не увеличилась, и я стал искать уже другие источники дохода, я понял, что надо создавать источники пассивного дохода, и я начал искать различные варианты, и я начал тыркаться туда, сюда, 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 то есть, разные направления. Вот, и я всегда был фанатом интернета, конечно, потому что интернет – это коммуникации с огромным числом людей, и сначала я ушел, сначала, смотрите, ну, вот эти вот социально-накопительные программы через австрийскую компанию, значит, я, первое, что я сделал, это я открыл такую программу для себя, и, в общем-то я решил рассказывать людям о том, что надо создавать источники пассивного дохода, потому что пенсии у нас будет вообще никакая, и там была возможность зарабатывать на комиссионных деньги, и я решил, что я буду рассказывать людям, это накопительная программа, там 15 лет, можно вкладывать там по, ну, скажем, по 1-2 тысячи долларов в год всего лишь в 15 лет, и вы получаете, значит, что ваше средство находится в абсолютно стабильной стране, абсолютно надежно они, значит, в валюте лежат, а в нашей стране, ну, все настолько непредсказуемо, что вообще непонятно. Вот, и, ну, я решил вкладывать, я открыл там программу Евровип для себя, для жены, то же самое, эти программы не закрыты до сих пор, я, то есть, эти деньги там лежат до сих пор, и я пытался заработать, там была какая-то система, там сетевой маркетинг, вот, и в чем заключается сетевой маркетинг, ты предлагаешь, ну, вот эту вот же, как бы программу, то есть, я ничего не вкладываю, опять же, денег никаких, просто рассказываю людям про эту программу, люди открывают такие программы, и я зарабатываю деньги, но люди не открывали такие программы, вот, почему, потому что они говорят, откуда у меня тысяча долларов в год, там, ну, то есть, у людей просто, вот они, сколько заработали, столько потратили, я сколько убеждал людей, там, значит, там, надо откладывать, нельзя тратить все, что зарабатываешь, но люди говорят, нет, у меня ничего не остается, там, живут в кредитах, но я-то уже понимал, что надо откладывать, и вот, когда, там, ну, как в сетевом маркетинге, смотрите, что нужно для того, чтобы продать продукт, нужно провести беседу о продаже, и для того, чтобы провести беседу о продаже, надо составить список, там, ну, все знают, и, значит, надо рассказать людям, люди, значит, говорят, что, значит, они начинают возражать, дальше идет работа с возражениями и так далее, и я провел, так сказать, какие-то беседы, но я не умею нажимать, я не умею там впаривать ничего, вот, поэтому я долго проводил эти беседы, и я понял, что у людей, у всех возражения одинаковые абсолютно, и я сказал, что, слушайте, ребята, надо делать все по-новому, надо делать все иначе, надо ту же самую беседу о продажах просто записать на видео и на ютубе разместить, и пусть люди смотрят, и вместо того, что 100 бесед о продаже, я могу провести тысячу, 10 тысяч бесед о продаже, потому что одно видео, одно и то же видео, а они абсолютно одинаковые, там, как бы, ну, так сказать, как бы, что-то нового скажешь, вот, а дальше я, значит, другие видео, это работа с возражениями и так далее, я долго доказывал, там, значит, и в этой структуре, что надо через ютуб, мне возражали, в общем, вот, я боролся, и люди, самые главные люди, они не открывали программы, потому что говорят, тысячу долларов куда-то в Австрию послать, это много, а тогда я начал говорить, хорошо, а вы откладываете здесь потихонечку, и я сам это начал делать, потому что я такой же, как и все, я сам начал откладывать потихонечку деньги, чтобы накопить вот эти тысячу долларов, а как накопить? Я решил их откладывать, ну, сначала это был Форекс, там не получилось ничего, потом я начал откладывать на брокерский счет, и на брокерском счете накапливать эти деньги, и на брокерском счете, я смотрю, доходность-то выше, чем в австрийской компании, и я людям начинаю объяснять, открывайте брокерский счет, и зарабатывайте деньги, и я до сих пор это делаю, потому что я говорю, слушайте, ребята, вот, ну, они говорят, там, на 15 лет долго, пожалуйста, здесь вы можете эти деньги извлечь в любой момент, но это ловушка, потому что, когда вы деньги можете извлечь в любой момент, то самый большой враг этих денег, это вы сами, ну, я рассказывал очень долго людям, и в результате получилось, что у меня YouTube-канал начал развиваться, и, ну, я искал любые возможности, я рассказывал людям, как заработать на кэшбэках, я рассказывал людям про карточки, Тинькофф, открытие, и я говорю, слушайте, ну вот, оформите карту Тинькофф, получите просто вот 300 рублей, там есть акция «Приведи друга», вам будет 300 рублей, ну, и мне 300 рублей, то есть я вот и на этом зарабатывал, и на том, и на другом, а если открыть брокерский счет, я думаю, что я им рассказываю, что брокерский счет, брокерский счет открыть, а почему бы мне не обратиться к брокеру и не спросить, есть ли там партнерская программа, оказывается, есть, и брокер тоже может заплатить там какие-то деньги, все брокеры, буквально все, ну, или большинство брокеров поощряют тех людей, которые привлекают клиентов к ним, и там, ну, какие-то деньги, там, ну, то же самое, там, 500 рублей, 600 рублей за человека, но я снял видео, люди идут, и люди как бы подключаются, ну, что такое 600 рублей, это же, ну, разве можно заработать на этом деньги, согласитесь, да, и, конечно, люди, люди просто говорят, что мне это не подходит, я в этом не разбираюсь, какой-то YouTube, какие-то соцсети, в этом надо разбираться, и люди говорят, не, я лучше буду работать, лучше я буду работать там на одной работе, на двух работах, если денег не хватает, некоторые третью работают, то есть, как бы зарабатывают как могут, то есть, есть люди, которые там работают в одной организации сначала целый день, то есть, на постоянке, а потом, значит, по вечерам чинят машину умнейшие люди, значит, там, ну, то есть, они разбираются в двигателях, пожалуйста, они в этом разбираются, они зарабатывают, зарабатывают, но день и ночь они работают, и, ну, те же самые 16 часов я через это все прошел, на самом деле, и, а у меня вот, ну, там, YouTube, соцсети, и что важно, что, когда я занимался бизнесом, основная проблема была аренда, которая съедала всю прибыль, и этой прибыли не хватало, и на самом деле, в результате аренда, зарплата сотрудникам, ну, то есть, она съедала большую часть, и поэтому приходилось, ну, большую часть времени я работал на то, чтобы заплатить аренду, и, то есть, на дядю, и на то, чтобы заплатить сотрудникам зарплату, мне само оставалось там достаточно мало, и когда я ушел в интернет, смотрите, нет аренды, я не привязан к офису, мне не надо платить зарплату сотрудникам, я снимаю видео, одно и то же видео, люди могут посмотреть тысячу раз, десять тысяч раз, самое популярное видео у меня, там, как перевести деньги с карточки Зубербанка, без комиссии, там уже 500 тысяч просмотров, понимаете, а в каждом видео там стоит реклама, и за счет рекламы идут денежки, значит, денежки идут за счет рекламы, денежки идут за счет вот это вот, там, приведи друга акции, там, за счет брокеров, и в результате постепенно-постепенно эти денежки растут. вот, в прошедшем месяце сумма уже перевалила за 300 тысяч, вот так, и когда люди спрашивают, ну, откуда у него деньги, я говорю, да вот же они, я рассказываю об этом, более того, я просто рассказываю, а вот там вот есть ссылка, как начать зарабатывать, если нет денег, и люди подключаются к этому, это абсолютно бесплатный курс, как начать зарабатывать, если нет денег, там я вдохновляю, люди, занимайтесь вот этим, я рассказываю, вот этим надо заниматься, здесь не надо вкладывать своих денег, огромные суммы, не надо, не надо в инвестиции вкладывать огромные деньги, вы вкладываете туда свое время и свои знания вы рассказываете что-то людям вы получаете популярность выводы при этом развиваетесь вы понимаете что такое с его то есть поисковая система вы понимаете как работать клиенты что такое целевая аудитория что такая конверсия на просмотры на лайки на переходы и так далее удержание аудитории это целая наука и в принципе то все это есть в интернете можно ее изучить и это практически ничего не стоит да нужно купить там камеры какие-то микрофоны это понятно вот но это все вложения а дальше просто вы начинаете деятельность эту или даже вот просто на телефон на смартфон то что то же самое instagram в к и так далее и большинство людей говорят я в этом не разбираюсь мне это не подходит лучше я буду работать как все ну и работайте а у меня получается что теперь смотрите каждое мое видео ну пусть она остается в интернете и его смотрят 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 просмотры накручиваются денежки капают это видео снято когда-то давно один раз и она продолжает приносить не деньги это пассивный доход и я нашел несколько вариантов 100 источников пассивного дохода я рассказываю им и вот в этом курсе как начать зарабатывать если нет денег он абсолютно бесплатно я повторяюсь ну вот я рассказываю пожалуйста вот ребята вот пример смотрите смотрите как это делается ну и все я надеюсь я рассказал что надо заниматься вы поняли что надо заниматься тем чем заниматься сложно может быть чем занимаются далеко не все надо заниматься тем в чем другие не разбираются чтобы все кругом говорили это не мое мне это не подходит и кругом говорили откуда у него деньги это кайф на сегодня все спасибо за внимание с вами был деменков юрий до встречи